были уже здравствуйте вот этого что спрашивал свои гости впервые ли мы в эфире вдвоем как будто бы были в эфире но очень давно года наверно три назад три назад и так татьяна геннадьевна герасимова руководитель так четко называется центр правового мониторинга как бы название достаточно выспренная прямо скажем на самом деле очень деловая организация ну я смотрел передачи с вашим участием и со своим я не видел честно говоря поэтому и спросил но никто не спрашивал у вас о целях центра правового мониторинга вот какие цели у правового монитор у центра который занимается вот этим важным важным судя потому что я видел дел а мониторинг эта часть общественного контроля мы занимаемся мониторингом судебных процессов что это значит это значит что монитор как третье лицо как третий глаз такой очень такой внимательный приходит на судебное заседание естественно ни во что не вмешиваясь не не являясь не стороной обвинение не стороной там потерпевшей он фиксирует ход судебного процесса фиксирует как соблюдается уголовно-процессуальный кодекс как соблюдается конституция украины как судьи соблюдают права людей и всех и обвиняемых и потерпевших и свидетелей экспертов и все это сравнивает с европейской практикой с европейским с европейской конвенции о правах человека где описано в том числе и право на справедливое судебное разбирательство на самом деле работа довольно такая знаете рутинная потому что это надо сидеть снимать потом прийти домой анализировать эти все писать отчеты потом эти отчеты складывать в какую-то единую картину писать большой отчет что происходит с тем или иным процессом вот как это я делала скажем по процессу во втором мая чтобы уже иметь возможность сделать какие-то более серьезные выводы и в принципе вот я планировала и дальше заниматься судебным процессом мне это очень нравится я очень вообще люблю работать и судебным репортером и раньше когда была журналистом и я еще журналист я люблю вести судебные репортажи люблю общаться с адвокатами слушать их вот как они придумывают как им надо спасти своего подзащитного вот но на каком-то этапе я поняла что необходимо подключаться еще и к мониторингу мирных собраний граждан почему потому что это очень тоже важная часть демократического процесса и право на мирные собрания граждан это ну очень важная часть демократии не буду сейчас говорить банальности о том что чем был майдан это тоже было мирное собрание граждан которое в какой-то момент переросло уже вооруженное противостояние да и но очень важно самое главное как государственные органы себя ведут прежде всего правоохранительный орган они обязаны охранять граждан они в этот момент когда происходит вот это самое мирное собрание кстати говоря мы часто видим на наших митингах демонстрации что с одной стороны выходят одни люди с одними лозунгами с другой стороны выходят люди с другими лозунгами прямо противоположными и они тоже имеют право высказывать свое мнение они имеют точно такое же право на мирное собрание и задача полиции не дать возможности этим людям столкнуться можно я вас переда я хочу что сейчас показали буквально две с половиной три минуты события которые пришли произошли в горсаду но прежде простите сейчас секундочку но прежде я хочу сказать телезрителям дело в том что перед этим событием перед взятием зимнего зимнего дворца до летнего театра в горсаду вы вышли с призывом с просьбой зрителям нашим зрителям а вообще общественности оказаться действия в мониторинге то есть наблюдатели вы просто просили прийти работать наблюдателями насколько я понимаю кто-то отозвался но на самом деле говорили многие что да мы поможем дамы но как то вот для того чтобы мониторинг осуществлять надо все таки немножко чему-то поучиться надо ну хотя бы чтобы я бы рассказала что что конкретно надо на что надо обращать внимание вот никто особо не выразил желание кроме того всех немножко отпугнуло то что нельзя ни во что вмешиваться надо быть беспристрастным стараться быть нейтральным и беспристрастным это одно из условий работы отозвался леонид иванышко мы с ним знакомы с летом и летом с ним вместе мониторили это был первый мой опыт мониторинга мониторили марш равенства в одессе когда лгбт спельнота со всей украины приехала сюда в одессу и по приморскому бульвару если вы помните да 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 масштаба богу прошли это я вам хочу сказать что наша полиция тогда показал себя с очень самой лучшей стороны вот мы же смотрели постоянно мы прямо шли за ними по шаг папа папе там смотрели как они строятся как они охраняют этих людей как они им создают коридор для выхода как они не позволяют там же был тоже контрсобрание когда пришел тот же кстати демьян гану со своим уличным фронтом а с третьей стороны там были куликовцы которые в общем они там кричали всякие неприличные слова в адрес гадости кричали да и вот было важно не дать им столкнуться и как они их разгораживали они работали очень хорошо они были большие молодцы в тот момент и я честно говоря вот мы очень много упрекаем и нашу полицию и вообще про хранительные органы из совершенно справедливые на всяких встречах с европейскими всяческими миссиями комиссиями я последнее время вот летом и осенью встречались я после того как мои коллеги рассказывали вот эти проблемы эти я всегда говорила я хотела бы похвалить их за то что они научились охранять мирные собрания поэтому то что я увидела в летнем театре меня очень с одной стороны разочаровала с другой стороны очень обеспокоила потому что я считаю что это ну такая история с очень серьезным скажем так серьезными последствиями давайте посмотрим вот теперь пожалуйста включите можно даже прокомментировать по-моему да с самого ранку суботи у міському саду чергувало кілька десятків правоохоронців и нас гвардійців у сілька одеситів які прийшли на акцію протесту виявилося куди більше це були активісти і депутати прості городяни всі вони зійшлися в одній думці забудовувати літній театр тим більше торгівельно-розважальним центром ні в якому разі не можна адже це історично культурне місце насамперед активісти почали зривати з дерев камери відеоспостереження що викликало дуже різку реакцію з боку правоохоронців вони спробували перешкоджати цьому однак мітингувальники дали відсіч ухід пішов вогнегасник міськ сад відразу накрило білим туманом через бійки активісти навіть не помітили що двері до літнього театру виявилися відкритими мітингувальники відразу зайшли всередину урочисто запалюючи фаєр дуже скоро вони вирішили що паркан треба знести і приступили до його демонтажу таку ініціативу спробував зупинити начальник нацполіції дмитро головін дуже скоро словесна перепалка переросла в справжню бійку вхід йшли домові шашки каміння перцеві балончики а також світло-шумові гранати весь міск сад накрило щільним димом в ході бійок постраждав і сам начальник нацполіції дмитро головін хтось із активістів кинув каменем йому в голову але це не завадило поліцейському продовжити свою роботу його перебинтували і він продовжив намагатися знайти з активістами різного толку порозуміння зрештою активістам вдалося повністю зняти паркан з петель і відкрити вхід в літній театр поліція перестала цьому перешкоджати а одесити змогли нарешті побачити територію яка стояла закрита протягом декількох років активісти впевнені забудовувати театр навіть такий занедбаний категорично не можна а достовірність і законність документів і зовсім викликає великі питання далі учасники мітингу вирішили віднести ворота до мерії як знак свого невдоволення активісти вирішили забарикадувати вхід до мерії за допомогою частину гороші і повернутися назад міський сад активісти мають намір відстоювати літній театр і далі ось стільки хотілося б сподіватися що не такими способами захищати культурні цінності справа корисна і важлива але і тут не треба перетворюватися на декунів кожен має право на свою точку зору але варто розрізняти мирний протест і справжнє беззаконня складається чітке враження що одесити які прийшли на мітинг працювали фоном для декількох десятків швондерів імітуючих взяття з зимового палацу з відомого кінофільму акція не мала жодного конструктиву і знову поставила питання організації громадського руху в щось дієве а не привід для діяльності швондерів у балаклавах і ще якщо власники літнього майданчика філармонії зранку відкрили би ворота щоб робили протестуючи прийшовши в занедбаний зруйнований смітник який існує в міськ саду вже кілька десятків років ділясь така картина може біля не дуже об'єктивна, тому що це репортаж молодой журналисти з міста события з одного боку, з іншої боку, мене роздражає, чісно кажучи мене, понятие активісту активісту прийшли, активісту протестують і т.д. протестує дійсно вся Одеса проти цього, а не активісту активісту – це якийсь такий сленг, я би сказав, людей, які проявляють, я би сказав, такі хулиганствуючі в якій-то мере наклонності і тепері ассоція активіст, у мене лично, як у Одесіта, активіст і протест – це не просто протест цивилизований, конструктивний, а протест, зв'язаний з неким насилием, чи провокация, будемо це так називати. Я знаю, що ви дуже низко і, наверное, достатньо критично оцінили дійсної поліції, оцінити їх, будь ласка, чому? Я сравнівала дійсної поліції з законом, з законами. Прежде всього, це Конституція України, це закон нацполіції, це правила етичного поведення поліцейського, правила ношення формы поліцейського. Так вот, були, на мій взгляд, нарушені нескільки статей закона о нацполіції і нескільки статей цих правил. Але вони все, в общем-то, знаходиться, це єдиний свод законів, які описують, як повинен вести себе поліцейський. Перше, на що я обратила увагу, що большинство поліцейських були без опознавательних знаків. Це зовсім недопустимо. Поліцейський, він об'язан иметь у себе жетон на груди. Якщо це літнє время жетон буде на форменій одежде, в зимнє время він должен перевешиватися на куртку. Якщо він в бронежилеті, значить на лямку бронежилета. Кроме того, поліцейські спецподразділіни, які в шлемах, вони должны иметь соответствуючий номер. Це після Майдана, между прочим. Так, це новий закон, коли ми не змогли вияснити, хто це, на кадрах. А так, получается, що це некі неопознанні люди в черній формі, які внішні похожі на форму поліцейських, вони почему-то находяться в городському саду, і почему-то вони предпринимають якісь действия, які, з одного боку, вони хочуть сохранять публичний порядок, а з іншого боку, вони производять впечатління, що їх действия весьма нелогичні. Вот, наприклад, то, з чого началось все, камера на дереві. Действічно молодой чоловік полез на дерево, але він не сорвав камеру. Я теж так думала, я искала несколько видео, я нашла видео Саши Вельмошко, журналиста, де він сделал це дуже з хорошим разрешенням. Я увидела, що цей молодой чоловік камеру не сорвав. Він її покрутил в руках і потім її помістил назад. Собственно, з точки зрення закону він не совершив нічого абсолютно, ніякого правонарушення. Він заліз на дерево, а потім точно також спокійно з нього слез. Він була необхідність полицейським взяти целе полицейське подразделення, в шлемах, за дубинками, в полной амуницій, біжати к тому дереву. І що там дальше було, я не знаю, то ли вони пытались його задержати, то ли там те люди, які внизу стояли... ...они були явно із націоналістичних організацій, такі як «Свобода», то ли вони їх потім спровоціровали. В общем, там почалась бойня. Але це все також описано в інструкціях полицейських, во всіх правилах, як вони себе повинні вести. І в тому же законі о нацполіціях. Як правильно применять дубинки. У нас государство має монополію на насилие. Оце право делегувало полиції. Полиція має право пользоваться мерами принуждения, физической силою і спецсредствами. Імеє право. Але кожен шаг полицейського дуже чітко регламентирован. Чітко написано, як він має мати дубинку. Як він має мати дубинку. В якій ситуацій має мати дубинку. В якій ситуацій. І совершенно недопустимо то, що ми увиділи під деревом, коли чоловік без опознавательних знаків полицейських, але в черной полицейській формі, в шлемі, бьет ногой лежащого на земле чоловіка. Це недопустимо. Це не є примененням физической сили, тому що физическая сила – це средство рукопашного боя. Более того, це теж ограничено во времени. Якщо той, кого прийшлося принудити к покорності, він вже все покорен, він вже здався, тут же треба прекратити його бити. Чоловік лежить на земле. Він вже явно не може оказывати сопротивлення. Але його бьют ногою по голові. Це грубіше нарушення. Я считаю, що це должно стати предметом, також як відсутність жетонів на формі, це должно стати предметом розслідовання служебного руководства національної полиції України в Одесій області. Бо нарушено ще несколько, зафіксувано несколько таких нарушений. В частности, применення дубинки. Ми видим, що в створі летнього театру, після того, як сняли эти ворота, чому-то клином вистроїлася поліція. Непонятно совершенно, почему она там вистроїлася. Почему вдруг поліція прекратила доступ гражданам на територію летнього театру. Ми зашли, я була в числі тех, хто зашли перві. І там митинг. Там стоять такі не дуже молоді люди, жінки і мучини, як я, такі, як Леонід Штейкель, і стоять, розмовляють, обсуждають. Зачем перекрывати вход со сторони гурсада, мені совершенно непонятно. А це дійсно теж чітко рекламентировано. Коли можна перекрывати вход гражданам на ту чи іншу територію. Либо там було совершено преступление, значить, надо собрать улики, ми перекрываємо, опоясуємо полосателі. Либо там ще щось. Але просто так без причин і нельзя перекрывати. Татьяна Геннадовна. І так далі. Я читал. Я читал ваш, будем так говорить, репортаж. Ну, це отчет. Отчет. Поминутно. У вас це все опубліковано. Ответьте, будь ласка, на вопрос. Для чого там нужна була поліція? Поліція обязана находиться. Це її обязана... В тому качеству, в якому она була там? В качестве національной полиції она обязана охранять мирные собрания граждан. По периметру. По периметру охранять, не мешать ни в коем случае. Потому что есть такое руководство ОБСЕ по мирным собраниям. Кстати, вот что касается мониторинга судебных процессов и мирных собраний, очень хорошие есть руководства, именно изданные ОБСЕ. Потому что они тоже все это мониторят. И там сказано, что если кто-то, значит, на этом мирном собрании допустил какие-то противоправные действия, это не значит, что весь этот митинг может считаться каким-то там вне закона. Нужно продолжать сохранять право людей на мирное собрание. Это их просто неотъемлемая конституционная права. Вот теперь, когда вы смотрели все, и все видели, собственно говоря, все наши зрители видели, это было опубликовано на всех каналах. Все видели и то, что некоторые, и не некоторые, а достаточно много молодых людей нападали на полицию. Да. Это же правда. Конечно. И были провокаторы, которые кидали камни, и я не зафиксировала на момент, кто первый, но я по опросу очевидцев, действительно, первые камни полетели со счетом. Вчера на суде вот Игорь Бею, да, а его кличка у него... Игорь Резун, да. Резун, по-моему, да. Ну, псевдоним, как сейчас модно. Да, да. А вообще он Бею, фамилия. Он признался, что это он кинул баллончик из-под краски в голову начальника областной милиции. Ну, и его отправили, в отличие от Стерненко, которого на два месяца посадили в СИЗО, его отправили под домашний арест на 52 суток. Да, да, я в курсе. Да, на 52 суток. Я зрителям говорю, потому что как-то странно это все звучит. Один бросил баллончик и попал в голову. Ну, не важно кому, но человеку, будем так говорить, гражданину, любому. А другой, я не знаю. Вот Стерненко, у вас же на кадрах, я не видел его на кадрах нигде. Он действительно принимал активное участие как активист в боевых действиях там? Вы знаете, я... Вот лично я не видела, что он принимал. Ни на видео, ни... Я была в момент, когда ребята поднимали ворота и собирались их нести на Думскую, значит, и прислонить их там к дверям. И я просто слышала там Стерненко, он командовал там, подняли, то, все, пятое, десятое. Но ничего противоправного в этом не было. То есть я не видела с его стороны каких-то противоправных действий. И потом, когда я анализировала видео, я не видела. Я думаю, что полиции придется очень сложно, им придется доказывать, потому что они же обвинили не просто в хулиганстве этих троих, Демьяна Ганула, Стерненко Сергея и Игоря Резуна. Они их обвинили в организации массовых беспорядков. А это на порядок более суровая статья. И там достаточно серьезное наказание. И им придется... А там, понимаете, как в каждом правонарушении есть квалифицирующие признаки, по которым будет суд оценивать доказательства. Вот прокуратура и следствие должны будут доказать, что сделали то-то, то-то, то-то. А суд должен будет сравнить, соответствует ли это статье 294, часть 1. Так вот, я не являюсь юристом, но я тему массовых беспорядков 2 мая уже почти 3 года я занимаюсь с разных позиций. Именно с точки зрения аналитической, да, я не увидела там этой статьи. Я увидела вот в том, что их подозревают именно по этой статье, я увидела только желание как можно сильнее нагнетать обстановку вокруг вот этих вот активистов, которые присутствовали на акции в городском задании. Может быть, активисты стремились тоже нагнетать обстановку? Возможно, возможно, но полиция для того и нужна, что она должна в этом. Она должна сначала тех людей, которые провоцируют, нагнетают обстановку, совершают любые противоправные действия. Простите меня, пожалуйста, я перевью вас. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о действиях полиции. Мы говорим о том, что она не права. Первое, второе, третье, четвертое. Не занимаемся мы так тем, что, как бы случайно занимаемся тем, что мы их напугаем до такой степени, я имею в виду полицию, какими-то санкциями, расследованием их действий и так далее, что они вообще прекратят принимать участие в каких-то действиях, которые необходимы при совершении какого-то преступления. действиях решительных, действиях прекращающих его. Потому что, ну вы... Ну да, я поняла, я поняла, что вы имеете в виду. Вы согласитесь со мной, что человек, которого там, например, ну меня, я в полицейской форме, кто-то ударил ногой, да, я автоматом практически отвечаю. Ну, автоматически. И этим нарушаю свои полномочия и закон о полиции. Но я это делаю совершенно естественно, потому что я защищаю в данном случае даже не порядок, а себя уж. Понимаете, вы и отличаетесь тем от полицейского, что вы можете это делать. Полицейский не может делать. Они ограничены законом. Они проходят огромное количество тренингов. Они учатся этому в школе или там, как это сейчас называется, институт внутренних дел. Их этому обучают. И они дают присягу полицейского. И они обязаны подчиняться этому закону. Если они не хотят подчиняться этому закону, извините, есть один выход. Берешь, пишешь заявление, увольняешься и идешь работать, например, адвокатом или в охрану супермаркета. Там совершенно другие условия жизни. Если они не хотят этого делать, есть огромное количество других профессий. Но если человек уже назвался полицейским, он обязан соответствовать закону. Он обязан действовать только в рамках закона. У нас чем обычные граждане, вот мы с вами, чем отличаемся от государственных служащих? Откроем статью 19 Конституции. Мы можем делать все, что не запрещено. То есть нам разрешено все, что не запрещено. А представителям государства, в том числе правоохранительным органам, они обязаны действовать только в рамках закона. При этом, при всем, включая и словесные оскорбления в свой адрес. Это вообще не допустим. Да. В свой адрес. Если кто-то оскорбляет полицейского, я понимаю, что это очень обидно. Но показывать в ответ средний палец, он не имеет права. Он нарушает правила этического поведения полицейского. Это аксиома. Спасибо большое. Вот и мы объяснили ситуацию, в которой сегодня должна работать полиция. Которые должны понимать активисты. Ну, понимать, может быть, это громко сказано. Они не должны это понимать. Вернее, должны, но не будут понимать. Потому что вот те активисты, о которых мы говорили. Ну, есть провокаторы у нас. Что там скрывать? Они есть, конечно. Они провоцируют ситуацию, причем делают это грубо, мгновенно. Я просто против того, чтобы полиция действовала избирательно. Вот этих вот провокаторов мы задерживаем, а вот этих мы не трогаем. Два месяца перед этим, накануне 18 сентября, я наблюдала за так называемыми массовыми беспорядками под Ильичевским судом. Когда господин Резвушкин устроил тоже там бойню и тоже пострадало, между прочим, 20 полицейских. Ну, и что? Почему Резвушкин не задержан? А потому что он выполнял задания. Ему надо было создать антураж. Ему надо было создать те самые массовые беспорядки, чтобы под предлогом массовых беспорядков Мефедова и Долженкова вывести к Киевский суд. Так их написали. Так и написали. Их эвакуировали в Киевский суд из-за массовых беспорядков. То есть, когда они выполняют задания, скажем так, не очень правовые прокуратуры или полиции, их не задерживают. А тут, вот видите, какой-то сбой произошел между договоренностями. Тот же Стерненко Сергей, он совершенно спокойно нарушал закон много жды в судах по 2 мая. Блокируя суды, нарушая порядок в судебных заседаниях, давление на суд оказывал. Его ж никто не трогал. Потому что так надо было. В конце концов, он нарушил общественный порядок в украинском театре, когда сорвал концерт. Между прочим, да. Это правда. Это правда, действительно. Почему полиция его тогда как-то не отреагировала? Она приехала туда и уехала. А здесь сразу, а здесь вот как раз наоборот, ну, я не вижу, чтобы он что-то нарушал. Может, они там и найдут, конечно, что-то. Но я пока не вижу. И мои коллеги, вот с кем мы эту ситуацию обсуждали, тоже, и адвокаты тоже. Мы пока не видим оснований ему такую суровую статью. И Демьяну Ганула, кстати, тоже. Понятно. Вы знаете, я в заключение хочу сказать, у нас заканчивается время. В заключение сказать, что вы, конечно, делаете огромное дело. Вы приводите наши отношения в обществе к цивилизованному состоянию. Ну, пока еще не привожу. Я не говорю о Европе. Я просто пока констатирую. Да. Но это вы говорите правду. И правду, которая, в общем-то, подтверждается документально. Это не просто ваше мнение или вашей группой мнение, а документально. Я читал, опять же, повторяю, я читал хронологию всех событий. И она действительно объективна. Потому что я и на кадрах это видел, и там пришел уже, правда, к концу. Я был уже в более спокойной обстановке, я честно скажу. Потому что там у меня была работа, и я не мог прийти к началу. И, может быть, слава Богу. Потому что... Честно говоря, было страшновато. Я была с самого начала, и, честно, я позвонила дочери и говорю, ты знаешь, не надо сюда ехать. Мне не нравится то, что здесь происходит. Пожалуйста. Она хотела ехать тоже, вот, высказать свою гражданскую позицию. Я немножко перепугалась. Должен сказать, печально это. Печально, потому что люди, которые нас смотрят, и которые, наверное, могут и должны зачастую выражать свою гражданскую позицию, будут думать, идти им выражать эту позицию. Да, вот это очень такое негативное последствие этого события. Я надеюсь, что люди разумные, люди интеллигентные, люди, одесситы, которые не занимаются там активизмом и так далее, просто обычные одесситы, которых было очень много в этот день, они все-таки сделают правильные выводы, поймут, что на такие акции необходимо ходить, свое мнение необходимо выражать. С коррупцией во власти необходимо бороться хотя бы таким способом, мирным протестом. Это наше конституционное право. Давайте мы его не будем забывать об этом. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо огромное вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok